Всем привет! Сегодня мы снова снимаем видео вместе с Череж. Вы уже, наверное, её все знаете. И сегодня я буду задавать вопросы Череж на тему свадьбы и семейной жизни в Корее. И давай начнём с самого начала. В каком возрасте корейцы обычно женятся и выходят замуж? Я прочитала статистики, и там написано было, что корейские парни женятся в 33, а девушки в 30. Это очень поздно, по сравнению с вами. Да, но также в Корее, наверное, есть и случаи, когда и более молодые люди выходят замуж и женятся, правильно? Есть, но мало. Мне кажется, в последнее время многие люди даже не хотят выйти замуж и не жениться. А почему? Особенно девушки не предпочитают выйти замуж, это потому что девушкам тяжелее работать, если они выйдут замуж и... Нужно за семьёй ухаживать, рожать детей, да. Да, поэтому девушки больше, чем парни, не хотят выйти замуж, но всё равно есть молодые люди, которые хотят иметь семью и жить счастливо. Есть люди, которые предпочитают семью, чем работа. Ну, мне кажется, корейцы обычно предпочитают работу. Больше любят работать? Да. А когда выбирают себе супруга или супругу, о чём в первую очередь думают? А может быть, о любви там, либо она смотрит на его положение, на его зарплату и так далее? Мне кажется, мы смотрим, во-первых, характер, и потом деньги. Во-первых, важен характер, потому что нам нужно жить вместе, дома, поэтому нужно очень важен характер. Если он чуть-чуть странный и очень часто пьёт, то не могу жить с ним. И если мы рождаем детей, то очень важен его характер. Он любит ли детей? Он убирает дома или нет? Ну да, чтобы женщине было легче, да? Да. Потом важны деньги. Это потому что, чтобы жить счастливо, всегда нужны деньги. Особенно... Особенно в Корее. Да, в Корее. Нам нужно заплатить за квартиру, за воду. Если у нас есть дети, то нужно заплатить за образование их, поэтому... Нужно много денег зарабатывать. Ну то есть, нет такого, что... Самое главное, что я его люблю, поэтому я выйду за него замуж, а всё остальное уже не так важно, там как-нибудь мы потом как-нибудь с этим разберёмся. Такого нет? Это идеально, но такое бывает только в Дорамах. В жизни я думаю, что нет такого человека. Девушки очень заботятся о будущем, да? В первую очередь думают о будущем. Поэтому они свои чувства на задний план отставляют, да? Да. Потому что брак — это серьёзный. Да, серьёзный шаг, ответственный. Когда люди решают пожениться, они всегда проводят свадьбу? Или есть такие пары, которые отказываются от свадеб, потому что, возможно, это дорого, на это нужно много денег, ну и просто не нравится вся эта суета? Скорее, пока важна свадьба. А, именно свадьба важна. Да, мы исправляем свадьбу, но в последнее время некоторые корейские знаменитости, супруги, они справили маленькую свадьбу. Только они приглашили своих семей. Самых близких людей, да? Да, да. И поэтому некоторые корейцы тоже хотят справить маленькую свадьбу. Это считается модным. Модным? Да. Но всё равно мы всегда справляем свадьбу, да. Даже маленькую, неважно, главное, чтобы она была хоть какая-нибудь, да? Да. Просто в России многие идут в ЗАГС и просто расписываются, регистрируют свой брак. Ну, возможно, зовут родителей, ну и всё. Или вообще никого не зовут, просто разные бывают случаи. Но, наверное, всё равно многие потом с родителями как-то отмечают, и всё. Ну, то есть прям свадьбы нет. Ну, мы считаем, что это очень важно. Важно? Справлять свадьбу. А почему? Потому что брак – это серьёзный, важный. А, ну да, то, что это будет один раз только в жизни, да, и поэтому нужно, чтобы запомнился этот момент, может быть. И особенно кореянки хотят надеваться. Адеваться – это пилансия. Ну да, это очень красиво. А сколько обычно детей хотят корейцы? Ну, это зависит от человека. Но мне кажется, корейцы говорят, что двое детей – самое идеальное. Но на самом деле в Корее они не рождают детей. Я поискала в новости, и там написано было, в Корее рождаемость 0.98. То есть не рождают. А раньше в Корее как было? А раньше, когда в 1930-м, тогда они рождали, 8-9 детей. Поэтому у моей бабушки тоже 7-8 братьев. 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 И у моего дедушки тоже 6 детей. Но у моей мамы только один брат. У моего папы тоже один брат. И у меня тоже один брат. Так снижается. Ну да, да. Ну в России, в принципе, то же самое. Раньше было очень много детей. У моей прабабушки было много братьев и сестер. Да. Ну у самой моей прабабушки уже было 3 ребенка. Ну и у них уже тоже там по двое детей. Ну меньше, меньше, меньше. Да, та же самая ситуация. А ты сама сколько детей хотела бы? Я не хочу рожать детей. Не хочешь вообще? Да, вообще нет. Даже позже? Нет. А почему? Потому что мне очень страшно рожать детей своим телом. Потому что мне страшно. Я могу умирать, как рожая ребенка. Я не уверена, что я могу воспитывать одного человека хорошо. Правильно, да? Да, правильно. А ты сама замуж хочешь? Нет. Нет? Нет. А, ну детей не хочешь, тогда и замуж зачем, да? Нет. Я не собираюсь выездить замуж. Но это еще рано и... Нет, вообще в будущем, не сейчас. Не очень. Потому что если я выйду замуж, то мне нужно бросить некоторые вещи, например. Мне нужно бросить карьеру чуть-чуть. И мне нужно проводить время с детьми. Но для меня важен моя карьера, и моя тема, и моя мечта. Поэтому, чтобы добиваться их, я думаю, что лучше они выйдут замуж. Когда пара женится в Корее, они переезжают отдельно или некоторые остаются жить с родителями? Они переезжают отдельно от родителей. Всегда? Почти всегда. Я не видела пару, которые живут с родителями. Но я видела таких в телевизорах. Особенно, когда корее женятся на иностранках. Например, на вьетнамках. И если они живут в деревне, то они вместе живут с родителями. У нас в телевизорах очень много передач, где показывают, как кореец и иностранка живут вместе. И потом есть свекров. Она учит ее, как готовить. И она говорит, почему ты так плохо делаешь? Почему ты не говоришь по-корейски? Когда я смотрю, такое неприятно. Неприятно? Чуть-чуть пить. Свекровь не понимает девушек. И постоянно кричает, почему ты такая плохая. Они не понимают, что, возможно, они молодые, еще ничего не умеют. И только сами еще не жили отдельно, жили всегда с родителями. И тут им нужно жить с мужем и сразу уметь и готовить, и хорошо следить за семьей, и еще и по-корейски говорить, если ты иностранка. И иногда они заставляют иностранок не говорить свой родной язык. А, правда? Да. Например, если кореец женился на вьетнамке, то его мама, папа, не хотят, чтобы она говорила с ребенком на вьетнамском языке. Ну, мне кажется, если ребенок живет в Корее, то все равно он ходит в детский сад, потом в школу, поэтому он этот вьетнамский язык, он даже знать его сам не будет. Он, возможно, будет его понимать, но говорить он на нем, мне кажется, не будет все равно. Да, это очень хорошо. Но нет ничего плохого в том, чтобы он понимал тоже свой родной такой же язык. Да. Мы так плавно перешли уже к детям. Какое будущее для своего ребенка хотят корейские родители? Врач, судья и адвокат. Это самые... Престижные. Да, эти профессии считаются самыми прекрасными и престижными. Наверное, потому что высокие зарплаты? Да, в Корее. Я слышала, что очень сложно стать врачом в Корее. Очень сложно. Это только гений может... Правда? Да. Только гений. А почему? Это очень сложно сдавать экзамен по врачу, экзамен врача. Его сдают в школе или в университете, когда учатся? Точно не знаю, но, наверное, они ходят в университет 5 лет. Обычно другие студенты на 4 лет. Они 5 лет, потом они работают в полнице, но это не настоящая работа. Просто для подработки. Потом станут врачом, но это очень-очень сложно. И долго. Да, долго. И очень дорого. А, дорого. Поэтому только богатые корейцы смогут быть врачом. Как ты относишься к интернациональным бракам? И как вообще, в принципе, корейцы относятся к ним? Я отношусь к ним нормально. Если они любят друг друга, то я думаю, что нет никакой проблемы. Я заметила, что в Корее очень много интернациональных пар и супруг. На дорогах я увидела корейца, который гуляет с мусульманкой. Но это было очень интересно для меня. Потому что 5-10 лет назад такое я не могла видеть. За последние годы, наверное, очень много стало таких браков. Очень быстро меняется Корея. И я думаю, что корейцы тоже нормально относятся к ним. Ну да, как мы уже раньше сказали, ты приводила в пример то, что по телевизору показывают, да? Да. Женые иностранцы. Да, государство очень рекомендует корейцам, особенно парням, которые живут в деревне. А почему? Это потому, что в деревне живут корейцы, парни, которые старые, но не женились. И государство хотели бы иностранцы, которые работали в деревне вместе. А, и поэтому они хорошо к этому относятся? Да. И там они выращивают рис. Выращивают рис? Да, да. Они делают селское хозяйство. Это считается важным, но мало людей делают такое дело. Поэтому государство хотят, чтобы иностранцы приехали в Корею. И работали, да. С мужем. Я слышала новости, не очень хорошие, про детей из интернациональных семей в Корее. То, что их могут обижать в школе, и даже некоторые дети умирали. Это правда? Как вообще относятся к таким детям в Корее? Ну, я слышала, что недавно русского мальчика убили дети. Но я не знаю о этой проблеме подробно. Но, как сказать? В Корее есть Россия. И мы относимся к белой коже нормально, но к черной коже относятся плохо. И мы думаем, что люди, у которых черная кожа, они страшные, мы так думаем. Вы их даетесь? Да. Это неправда. И если дети, у детей мама из Вьетнама, то люди не любят его. Это потому, что в Корее мы не относимся к людям из Вьетнама, Филиппина не очень хорошо. Почему? Это расизм. Мы... Есть дискриминация на странах Азии. Филиппин, Таиланд, Вьетнам, Камбодия. Но мы относимся к людям из США, Европы и России нормально, потому что у них белая кожа. Я бы заметила это, кстати. Мы как-то завидуем их, мы думаем, что они красивые, поэтому дети из России, США, они будут нормально жить. Но если они плохо говорят, если они плохо говорят по-корейски, то им тяжелее выжить в Корее. Дети зле, они будут обижать их. А у меня есть вопрос. А, давай. В Корее идеальная семья — это папа, мама и потом старшая сестра и младший брат. Это самая идеальная семья. А в России есть такой вид семей? Ну, мне кажется, папа, мама и наоборот старший брат и младшая сестра, потому что старший брат может защищать младшую сестру. И поэтому, да, поэтому чаще всего наоборот хотят, чтобы сначала мальчик рождался, а потом девочка. А почему так в Корее? Мы думаем, что старший брат мучает младшую сестру. А мы наоборот думаем, что он их защищает. Я не знала. Но у меня много подруг, у которых есть старший брат, и они всегда говорят, что мой брат всегда бьет меня и очень мучает меня. Поэтому мы говорим, что старшая сестра и младший брат — это идеально. Это были все вопросы. Я надеюсь, вам было интересно смотреть наше видео-интервью. Надеюсь, что вам понравилось это видео. Если вы не видели наше предыдущее видео, мы уже снимали видео и на мой канал, и на канал Черриш. Переходите по ссылкам, они будут в описании. Если вы хотите, чтобы мы снимали больше совместных видео, возможно, вам интересен такой формат видео-интервью, тогда задавайте свои вопросы и пишите интересующие вас темы в комментарии. Спасибо за просмотр. До встречи в следующих видео и всем пока! Пока! Продолжение следует...